Если человек уничижает кого-то, осуждает, оговаривает, сплетничает о ком-то, благодать Святаго Духа, даже в очень таком маленьком, скудном количестве, она сразу от человека отходит. Ему становится сначала грустно, потом тоскливо, а потом уныло. И всё, у нас становится тощище. Всё, что он делал до этого, может быть, правила прочитал со вниманием, Писание почитал, кто-то постучался, нет ли у тебя там соли, он не сказал, что мне некогда, вынес ему всё на смартфон. И заодно только осуждение. Но ещё добавлю, если осуждать, сразу нападают блудные помыслы. Некоторые думают, даже девицы и девственники думают, «Ну что на меня нападают блудные помыслы?» Из-за осуждения. Как осудил сразу блуд? Хуже, чем от вина. Поэтому надо бояться осуждения. Тогда и сердечко твоё останется в покое. Сказал старец, если, как они кого-то знали, «Не осуждая блудника, хотя ты и целомудрен, потому что и сам ты, так же, как он, приступаешь закон. Ибо сказавший, не прелюбодействуй, сказал так же, не суди». Можно было бы сказать, гениально, но это от Духа Святаго. Гений тут ни при чём. Это вот такое духоносное сердце и опыт. Много десятилетний, чтобы до этого дойти. И тот, кто записывал, тоже мудрейший человек. То, что нужно ещё отличить. «Один из отцов, увидев некого согрешающего, сказал с горькими слезами, «Сей ныне пал». А почему он заплакал? А потому что говорил, «А я завтра». Он вот невольно согрешил и был в его словах оттенок осуждения. А почему он сказал, «Я завтра». А есть закон духовной жизни. Если ты видишь сучок в глазу брата твоего, то завтра из твоих глаз будут вынимать бревно того же сорта, какой был сучок. Потому что увидеть грех можно только тот, который есть в тебе.